В минувшие выходные на автодроме «Крепость Грозная» стартовал очередной сезон российской серии кольцевых гонок. Победителем первого этапа стала команда «Лада Спорт Роснефть», выступающая на отечественных «Ладах» и выигравшая 4 заезда из 6. Тольяттинский коллектив показал лучший для себя результат за всю историю выступлений в российских гонках. Еще в квалификационных заездах пилотам на «Ладах» удалось показать лучшие результаты в своих зачетных группах. В классе С-1600 обоим спортивным «Грантом», пилотируемых Владимиром Шишениным и Михаилом Митяевым, удалось перевести победный дубль в первой гонке, а также серебро и бронзу во второй. Особенно непросто было бороться на мокрой трассе, однако есть и те, кто был откровенно рад дождю. Скажу честно, я был рад, что он пошел. Как бы я так более верен, боялся немножко первого поворота, немного осторожничал, но все прошло хорошо, и удалось сразу взвинтить темп, уехать от соперников и дальше контролировать проекцию. Спортивные «Весты» не нашли равных классе «Суперпродакшн». Под управлением Владислава Незванкина и Андрея Петухова автомобили дважды в первом и втором заезде доминировали на трассе, поделив между собой верхние ступени подиума. В самом мощном классе «Туринг» пилотам Кириллу Ладыгину и Михаилу Грачеву удалось финишировать на первом и втором местах в первой гонке, а Грачеву завоевать бронзу во второй. Нужно отметить, в этом году зачет собрал рекордное число участников – 24 автомобиля, поэтому заводским пилотам порой приходится не сладко. Однако благодаря такому удачному выступлению коллектив из Тольятти покидают столицу Чеченской Республики лидером турнирной таблицы. Следующий этап российской серии кольцевых гонок пройдет 18 и 19 мая в Нижнем Новгороде.